Всем привет! Это дневник артиста, это Павел Зыков. Сегодня хотел поговорить об онлайн-кассах. В нашей жизни они появились, и это здорово, и это плохо, одновременно и одновременно. И вот почему. Здорово, что научно-технический прогресс не стоит на месте, все течет, все меняется, появляются новые фишки, новые технологии, с ними связаны свои и плюсы, и минусы. Плюсы в следующем, но организаторы, да и зрители могут заранее приобрести билет, находясь где-то там далеко и дома, и очень-очень заранее купить его, он будет у них согревать сердце и душу, и они будут планировать заранее, что они пойдут на то или иное представление, шоу, концерт, спектакль, заранее в другом городе можно забронировать себе место, и это правильно, это здорово, это прекрасно, это великолепно. И организаторы будут понимать, что да, концерт состоится, но и два с минус в том, что сейчас очень часто, ну в период особенно пандемии, оставляют во многих областях распоряжение даже местных властей продавать только дистанционные, что называется, билеты, онлайн, только онлайн, только вот представляете, приезжает там театр, цирк, концерт, спектакль куда-то, ну не знаю, там в Мурманскую область, на Дальний Восток, в Коме, в Архангельскую область. А в этой области взяли и устроили такое распоряжение о том, что только дистанционно продавать билеты, ну чтобы не контактировал человек с человеком. С одной стороны это все понятно, это все, наверное, правильно, а с другой стороны вот бабушка, положим, лет 60, ну бывают разные продвинутые бабушки, вот моя личная бабушка, наша общая бабушка, она в 86 пользуется мессенджерами, сидит в социальных сетях и так далее, она справится. Но есть и люди, для которых купить билет в интернете это проблема, им нужно общение с живым человеком, отдать деньги живые, настоящим, живому человеку и получить живой настоящий билет. А эта функция уже отсутствует, потому что потому. И от этого слетают и гастроли. То есть вот сейчас столкнулся с ситуацией, когда в Мурманской области, ну нельзя, ну со слов администраторов, нельзя вживую продавать билеты только онлайн. Ну мало того, что зал ограничен, да, то есть часть зала зрительного можно запускать, весь нельзя, там четвертинка, может быть уже половинку я не уточнял. Так еще продажи онлайн, только онлайн, они откидывают часть зрителя, который не в состоянии таким образом купить билеты. Ну и многие люди, честно говоря, зная современные технологии воровства денег, в том числе через онлайн продажи, делали же копии, например, ну в средствах массовой информации говорили, что делали копии крупных сайтов, крупных театров города Санкт-Петербурга и продавали несуществующие билеты. Билеты, да, то есть платились деньги, они уходили кому-то, какому-то хитрому, умелому айтишнику в карман, а на самом деле это был не сайт, настоящий, а сайт-подделка. И вот люди тоже этого опасаются, боятся, оно и понятно. Да и организаторам гастролей отдавать, я боюсь ошибиться, по-моему, около 7% за вот эти онлайн продажи дополнительно не хочется. Я их вполне понимаю. Так что мне кажется, новые технологии это хорошо, но нужно, знаете, соблюдать, назвать их староверами, ну неправильно будет. И традиционные оставлять способы взаимодействия со зрителем, ну и, конечно же, не забывать о современных продвинутых. В общем, нужно находить золотую середину между поколениями, чтобы и старшее поколение, и молодое поколение могли пойти в театр, в цирк, на концерт, на шоу и порадовать себя и своих близких. Всем счастья, мира и добра, подписывайтесь на мой канал, всем баблополучия, пока-пока, держитесь, братья. Артисты, держитесь, я надеюсь и верю, что все будет хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok